Депутаты Горсовета ведут прием граждан. Чтобы не произошло беды, необходимо соблюдать меры безопасности. Осторожно, тонкий лед. Мама, самое доброе сердце. Мастер-класс «Сделай маме подарок». Четырежды герой Советского Союза. Маршал победы. Уроки мужества в Десногорском музее. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В общественной приемной депутаты от партии «Единая Россия» ведут прием десногорских избирателей. Наша съемочная группа побывала на одном из них. Записываются на прием предварительно, а можно просто прийти в назначенный день. У депутата обязательно найдется время выслушать вас и постараться помочь. Несмотря на то, что часы встреч депутата Горсовета Валентина Дурманова пришлись на рабочее время, общественная приемная не пустовала. Нас прежде всего интересовало, с какими проблемами десногорцы идут к депутатам. А они оказались очень разными. Я пришел не только с вопросом, но и с просьбой о небольшой помощи. Оказать содействие военно-печескому клубу «Черные береты» и школе «Тайфун» в приобретении макета автомата Калашникова для работы для молодежи. Чтобы молодежь могла работать с автоматом, разбирать, собирать. Для тактической работы, чтобы ребята могли заниматься. Потому что мы готовим молодежь к армии. У нас уже два выпуска сходило в армию. И все ребята служили в элитных подразделениях. Спецназ ГРУ, морская пехота и десантные войска. У нас территория вокруг дома не облагорожена. Парковки нет. Где есть, там нет дороги. Ну, она не заасфальтированная. Просто лужа стоит. Естественно, машины все ставят на газон. Газон уже все. Его нет просто. Я пришел к депутату с вопросом, чтобы установить памятный знак на месте последнего пустонного жителя, который у нас проживал и захоронен, в районе Савейва. Сегодня это как раз территория города Десногорска. Валентин Дурманов отметил, что десногорцев волнуют не только личные проблемы. Люди как раз думают о нуждах города, думают о, вот, например, последнее обращение. Не только города, а о духовном развитии и будущих поколений тоже. Он перекликается с вопросом патриотического воспитания молодежи. Абсолютно перекликается. Там духовное развитие. Здесь через физику оно тоже духовное развитие. Становление духовых ребят, которые занимаются единоборствами, которые уже готовят себя к армии. Это звенья одной цепи. Мы как раз через патриотическое воспитание молодежи, через духовное воспитание молодежи получим идеальных жителей, идеальных граждан страны. С графиком приема депутатов Смоленской областной думы и Десногорского горсовета можно ознакомиться на сайте desnadefis.tv.ru Как сообщили на семинаре по профилактике безнадзорности и семейного неблагополучия, в Смоленской области снизилась детская преступность. Также в регионе сокращается число сирот и уменьшается число родителей, лишенных прав на ребенка. Но Сафоновский, Гагаринский и Кардымовский районы лидируют в количестве самовольных уходов несовершеннолетних из дома и государственных учреждений. В нашей области продолжаются проверки неблагополучных семей, чтобы выявить родителей, которые уклоняются от воспитания детей. В Смоленской области вырастет транспортный налог на автомобили с двигателями мощностью более 200 лошадиных сил. Этот законопроект одобрили депутаты на заседании Комитета Смоленской областной думы по бюджету, налогам и финансам. Бюджет будущего года будет напряженным и придется не только экономить, но и задействовать новые источники для пополнения доходной части государственной казны. Один из таких источников – транспортный налог, который поступает в Дорожный фонд региона. Подсчитано, что увеличение ставки транспортного налога принесет Дорожный фонд региона дополнительно приблизительно 25 миллионов рублей. Смоленщина отказалась от социальной нормы потребления электроэнергии. Введение социальной нормы потребления электрической энергии администрация региона сочла неэффективным и антисоциальным. Смоляне будут оплачивать электроэнергию по прежней схеме. Изначально предполагалось, что введение социальной нормы будет стимулировать бережное расходование электроэнергии и снизить затраты предприятий. Однако, при более детальных расчетах выяснилось, что при значительном росте коммунальных платежей для населения это неэффективно. Кроме того, новая система анализа расчетов потребует расширить штат чиновников. Стоило столбику термометра опуститься ниже нуля градуса, как заядлые рыбаки уже отправились за первым уловом. Однако, пока выходить на лед опасно, толщина льда еще недостаточно безопасна. Для безопасной толщины льда необходимо, чтобы как минимум неделю столбик термометра показывал минус 10 градусов. Смотреть также нужно и на цвет льда. Прочность льда можно определить зрительно. Лед голубого цвета прочный. Убедительная просьба жителей Десногорска, взрослые дети, особенно рыбаки в связи с наступлением зимней рыбалки, соблюдайте правила поведения на водных объектах. Выполнение элементарных правил осторожности – это залог вашей безопасности. А если вдруг вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, существует возможность сообщить о происшествии, то срочно обращайтесь в Единую службу безопасности за помощью по номеру 112 или 101 с мобильного. Звонок бесплатный. Также в круглосуточном режиме работает единый телефон доверия. Педагоги и родители детей с особенностями в развитии со всей Смоленской области обсудили доступность образования. Подобные собрания по самым актуальным вопросам образования проходят в Смоленске систематически. На этот раз обсудили проекты, связанные с работой с детьми, инвалидами и одаренными детьми. Поговорили и о государственной итоговой аттестации, в частности, о психологической готовности учеников к сдаче ГИА и ЕГЭ. На собрании было отмечено, что стремительное развитие в последнее время получил проект «Доступная среда», к реализации которого уже сейчас подключены 80% школ нашего региона. Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В преддверии праздника в администрации Смоленской области прошла церемония вручения почетного знака «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. В этот день награду из рук губернатора за заслуги воспитания детей и укрепления семейных традиций получили 15 многодетных матерей. Лауреатами почетного знака в нашей области уже стали 216 смолянок. Кроме награды, многодетным мамам выдали по 15 тысяч рублей. «Мама» – самое главное слово для каждого. В преддверии Дня матери в городском центре досуга школьникам предоставили возможность подарить своим мамам подарки. 24 ноября сотрудники городского центра досуга организовали мероприятие, на которое пришли ученики школ с мамами и бабушками. «Мы хотим, чтобы детки вместе со своими родителями больше проводили свободного времени. Поэтому сегодня мы пригласили и ребят младших школьников, и их родителей». Ребята смогли при всех подарить своим мамам стихи, песни и свою победу в веселых конкурсах и эстафетах, которые для них были организованы. «Здесь у меня сегодня два сына. Как их зовут? Максим и Никита. Максим в третьем классе, Никита в четвертом. Очень нравится, весело». Все участники мероприятия остались очень довольны и получили заряд энергии и позитива. В Смоленске благодарственные письма и ценные подарки получили победители второго областного интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты». В конкурсе принимали участие семьи, желающие поделиться положительным опытом семейных взаимоотношений, секретами успехов, уникальными идеями и находками через искусство фотографии. В конкурсе было несколько номинаций «Моя семья – мое богатство», «Счастье быть матерью», «Быть отцом – это почетно», «Наши любимые бабушки и дедушки» и «Семейные курьезы». Выбор победителей проводился путем интернет-голосования. Команда КВН из Десногорска «Светящаяся в темноте» вышла в финал Смоленской школьной лиги. В октябре ребята успешно выступили в областном центре на фестивале школьной лиги и 23 ноября стали участниками полуфинала. На игре десногорцев оценили как самую поющую и танцующую команду. Каждый год сотрудники историко-кроеведческого музея Десногорска знакомят школьников с героями России. С 23 ноября в музее начали проходить уроки мужества. Подробности в нашем сюжете. В этот раз десногорским школьникам рассказали о жизни и подвигах кавалера Ордена Победа маршале Советского Союза Георгии Жукове. Ребята узнали о его биографии, познакомились с послужным списком и о судьбоносном участии полководца в Великой Отечественной войне. Завершился урок просмотром фильма, в котором школьники увидели все тяготы русского народа в начале войны и узнали, как останавливали немецко-фашистских захватчиков на подступах к сердцу нашей Родины – Москве. До конца этого месяца сотрудники музея планируют провести такие уроки для учеников всех школ города. 3 ноября в Историко-Крывеческом музее открылась выставка «Амто. Здравствуй, Корякия». Сотрудники музея приглашают всех желающих посетить экспозицию и узнать о жизни народов Севера. Телефоны для справок и заявок вы видите на экране своих телевизоров. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefestv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова